Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТБН! С вами пасторы Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем тему, которую мы уже учили, о чистом сердце. И сегодня мы хотим показать, что чистое сердце – это смиренное сердце. Это сердце, которое с радостью подчиняется Богу, смиряется и просто позволяет Богу совершать ту работу, которую Бог хочет совершить в наших сердцах, чтобы наше сердце было чистое. Оно чистое, когда оно соглашается с Божьей волей. Поэтому мы хотим сегодня показать этот аспект, который благословит вас, который наполнит ваше сердце благословениями, потому что вы покоритесь Богу, вы научитесь у Иисуса, что скротости и смирению. – Воистину, Господь сегодня предлагает новое сердце, чистое сердце, потому что чистым сердцем Бога узрят. Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога увидят. Дорогие друзья, когда вы приходите в супермаркет, и вы желаете приобрести или в магазин какие-то новые вещи, естественно, вы со старыми как-то вот вы где-то их деваете, а приобретаете новые вещи. Почему? Потому что, может быть, износились непригодные уже больше. Поэтому вы приобретаете новые вещи. Когда мы приходим к Богу, сознаем, что Бог нам нужен, что мы нуждаемся в Нем, сознаем, что мы имеем греховную и испорченную природу, и тем более Господь и показывает через Своё Слово, через Своё зеркало, через Свой рентген, Он говорит, что крайне человеческое сердце испорчено. Кто узнает его? Я Господь, проникающий из сердца людей и испытывающий, я знаю помышление сердец, и каждому воздам по делам его. Дорогие друзья, сегодня Господь предлагает вам новое сердце из ткани живых дать, чтобы вы могли прославлять Бога, чтобы вы боялись Его, чтобы вы ходили смиренно перед Ним. Вы знаете, что смиренным дается благодать, а гордым Бог противится. Только когда вы поставите себя в позицию определенную, вот как вы приходите в магазин, даете определенную валюту. Так вот, наше сердце смиренное, когда мы ставим себя в позицию, мы можем принять от Бога новое абсолютно сердце. Никто вам в жизни на этой земле не может дать новое сердце. Врачи могут сделать пересадку сердца, но обратно они дадут вам несовершенное сердце. Плотяное такое. Да, каменное еще. Но Господь даст вам новое сердце. Это сверхъестественное чудо для каждого человека, которое Бог предлагает. И сегодня Господь желает помогать нам. Уже приняв Его новое сердце, мы еще встречаем различные трудности в нашей жизни. Поэтому Господь хочет нас исцелять, оживлять, вдохновлять. Он хочет нас утешать. И когда мы предоставляем себя для Него, Он это совершает. И действительно, нет ничего лучшего, когда Бог совершает свою работу в наших сердцах. Но поймите, что никогда Бог не будет торгаться в ту территорию вашего сердца, где вы Его не пустите. Где вы не пригласите Его, как дорогого гостя, и скажете, убери то, что не нужно, убери то, что не прославляет тебя, то, что оскверняет твое присутствие в моей жизни. И на самом деле, дорогие друзья, мы не понимаем. Люди часто ожидают от Бога благословения и не понимают, говорят, что что-то я не пойму. Вроде все уже сделал и со своей стороны обещал. Да, вроде. Понимаете? А когда начинаешь задавать вопросы, когда слышишь даже разговор, уже видишь, что неправое состояние. Уже нет смирения. Уже знаете, как бы Бога почти за барки берем и типа, я уже сделал свою часть, и ты должен мне сделать... А сделали? Да. А мы не видим, что люди, которые последовали за Богом, которые смирились, они готовы были умереть, не получив от Бога ничего. Понимаете? Почему? Потому что они надеялись на Бога не только всей жизни. Почему? Потому что проклят человек, который только всей жизни надеется на Бога. Мы должны понимать, что самое большое воздаяние – это в вечности. И готовы сегодня жертвовать, страдать, терпеть, даже какие-то, может быть, лишения терпеть, для того, чтобы благословить Бога и проявить свою верность со своей стороны. И действительно не требовать от Бога, потому что Бога не надо проверять. Он верный Бог. Дорогие друзья, позвоните, напишите. Через несколько секунд мы и возвратимся. Друзья, мы говорим на тему сегодня «Новое чистое сердце», потому что блаженный чистым сердцем они Бога узрят. И царь Давид, он говорил, Господи, сотвори во мне сердце новое, и дух правый обнови, да, чистое внутри меня. Вы знаете, это так замечательно, что Господь дает нам новое сердце. Ну, как он дает? Он говорит через пророка Езекииля. Говорит, отвергните ваши грехи и мерзости, которые присутствуют в вашей жизни. Вы скажете, нет, я праведный человек. Нет, наша праведность, дорогие друзья, как запачканная одежда. Если вы с этим не согласны, то это не наши слова, я хочу сказать. Это Господин всей земли, всего, видимо и невидимо. Ваш Творец, Ваш Создатель это говорит сегодня. Он ставит диагноз. Каждый в своих глазах человек является, кажется, что он прав. И есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их смерти. Тем более, пророк Исаия еще сказал, что все совратились, каждый на свою дорогу. Дорогие друзья, каждый в своих глазах прав. Но давайте мы посмотрим в это зеркало Слова Божия. И Господь говорит, что сердце испорчено. И поэтому Господь хочет дать вам чистое новое сердце. Прекрасная замена сегодня обещается. И когда мы с сокрушенным и смиренным сердцем, Бог говорит, что я же Господь. Ибо так говорит высокий и превознесенный. Это Господин, вечно живущий. Вечно живущий. Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище. Вы слышите? А также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно я буду вести тяжбу и не до конца гневаться. И на честь не может предо мною всякий дух и всякое дыхание мною сотворенное. И он дальше говорил. Говорит. Я исполню Слово мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться. И которые воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Только, дорогие друзья, когда мы ставим себя в позицию смиренного человека, то есть покорного человека, признавая Господина, Бога Творца за Господина, и мы добровольно Ему хотим подчиниться, приходит благословение. Иисус Господь, о Котором сегодня практически все люди знают, Который является нашим Спасителем, Он говорил такие чудесные слова. Он говорил, что Дух Господа Бога на мне. Это так было правда. Он помазал меня, что? Благовествовать нищим и исцелять сокрушенных сердцем. Не просто вот исцели мое сердце и я с лукавым как бы сердцем. Наше сокрушенное сердце – это сердце, которое принимает Божьи повеления, Божьи заповеди. Покорное. Да, покорное Богу. Поэтому только смиренных сердцем Бог может исцелять. Да, и мы видим, насколько необходимо вот это осознание покорности Богу во всех сферах нашей жизни. И мы можем думать, ой, я покорился. Покорился – это согласился. Согласился с Его стандартами. И если где-то, может быть, бушует страсти еще, и эта плотская природа пытается возобладать нашей новой природой, поймите, это будет борьба. Нам кажется, что ну вот уже у меня сердце новое. А, знаете, вот эта падшая природа, она пытается возвратить свою позицию, пытается возвратить позицию власти и угнетать ту свободу, ту любовь, которая уже излилась. Поймите, написано, любовь Божия излилась в сердце наше, Духом Святым данным нам. Соответственно, надо научиться высвобождать, а как? Подавляя эту природу плотскую, падшую, и соглашаться с Божьей. И говорить, нет, когда приходят страсти, хочется справедливости, пообижаться, как несправедливо. Ой, как несправедливо, я всем добро, а мне так, знаете. И человек себя жалеет, и человек в своих глазах прав. И что? Богу не позволяет судить эту ситуацию. И вы становитесь на место суди, и этим вы противитесь Богу. И этим вы делаете разрушение, это, знаете, как вот это действительно в сердце, которым холестерол, говорят, холестерин этот, прилип там и блокирует движение сердца, блокирует движение Божьего, понимаете, непослушание, вот это несогласие с Божьей волей. Дорогие друзья, позвоните, напишите, отвечайте, можно сказать, общайтесь с нами, мы хотим слышать ваши отзывы, и мы возвратимся через несколько секунд. Друзья, мы продолжаем нашу чудесную программу «Новое и чистое сердце». Дорогие друзья, очень важно, чтобы мы проверили свое сердце. Мы живем на этой земле, мы идем к доктору, к врачу, мы проверяем свое состояние. И действительно, царь Давид, он говорит, Господи, испытай, проверь мое сердце, и узнай и зри помышления мои, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Дорогие друзья, позаботьтесь о своем сердце. Бог сегодня хочет, может быть, вытащить этот камень, каменное сердце, и дать вам мягкое плотяное сердце, которое будет способно любить его. Не ожесточайте ваше сердце. Сегодня у мира столько сложностей, где без Бога, без этого мягкого сердца, мы черствеем, мы становимся, знаете, как эта сталь, как металл на самом деле. Дорогие друзья, только чистое сердце, мягкое сердце, податливое сердце. Это покорное сердце, это любящие Божьи заповеди и Божью волю. Оно будет зреть Бога в своей жизни и в вечности. Дорогие друзья, это так очень важно. А может быть, вы себя считаете прекрасным человеком, замечательным человеком, интеллигентным. Может быть, вы считаете себя совсем не таким, как другие. Когда-то два человека зашли в храм помолиться, вы знаете. Один был религиозный человек. Он жертвовал на храм, он какие-то дела творил. И он там перечислял, что он делает хорошие дела. А другой человек, он стоял так, знаете, вот не мог даже, не имел дерзновения молиться, потому что не делал вид на этого. И он только бил себя в грудь и говорил, «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». И Бог помиловал того больше, чем тот, который о себе так много рассказывал. И в конце этой молитвы даже тот человек сказал, «Я не такой, как этот грешник». И Иисус сказал, вот кто себя превозносит, тот будет унижен. А кто себя унижает, тот того Господь возвысит. Но возвысит не для того, чтобы он упал. Или для того, чтобы он над другими величался. А именно возвысит, поднимет на тот уровень благословения, на тот уровень принятия. Понимаете, что этот человек действительно получит этот шалом признанный. И столько людей сегодня страдают от этого непризнания, непринятия. И им кажется, что вот меня не заметили вот эти люди. О, вот они там, знаете, их все знают. И вот о чем я говорила, вот с этим человеком бы вы хотели бы сфотографироваться. А сколько из вас бы хотелось с Иисусом сфотографироваться. И действительно, Бог хочет, чтобы мы увидели, что каждый из нас в глазах Божьих ценен. Каждый. И когда вы цените других людей, я увидела, чем больше вы замечаете ценность других людей, тем больше вы поверите, насколько вы ценны в глазах Божьих. Понимаете? Потому что в жизни каждого человека приходит, может быть, этот кризис, когда мы не уверены в себе, в том, что действительно, айценный ли я, или вообще что-то я значу, или вообще, особенно тех, кто, может быть, кто-то предал во взаимоотношениях в семье, когда женщину бросил муж и пошел, нашел какую-то лучшую. Вы знаете, сколько этой женщине приходится проходить вот этого агонии, может быть, потому что думает, что я не сделала, а чем я хуже, чем та. Понимаете? А почему ты меня обманул? И, понимаете, может быть, не столько даже огорчаться на мужа, который ее, который предатель, понимаете? Предал тот завет. И этим ежесекундным, может быть, вот этим удовольствием он отвлекся и забыл, и бросил еще, может быть, мать своих детей. Понимаете? Столько преступлений, столько предательства. Дай Бог милости этим людям, чтобы они покаялись и осознали. Но принцип, сколько человек проходит боли, и поймите, что мы, те, которые, может быть, тоже что-то можем сделать, хотя бы даже дополнительного внимания остановиться этому человеку, этой женщине, которая уже и так страдает, понимаете? А люди привычны, что, а, типа, о, там ее муж бросил, она разведенная или что-то. Понимаете? Вместо того, чтобы как-то облегчить страдания, мы еще добавляем своим пренебрежением. Как это важно. Дорогие друзья, будьте чувствительны к Духу Божьему. Будьте те, которые не пройдете того человека, который нуждается в вашей поддержке. Поддержите, будьте вы Божьим инструментом, Божьей рукой, Божьим голосом, Божьим просто вот действительно продолжением. Дорогие друзья, мы закончим эту передачу уже скоро, но мы оставим вас буквально несколько секунд и возвратимся. Друзья, в программе «Твой лучший день» тема «Новое и чистое сердце». Оживотвори меня по слову твоему, сотвори во мне дух правый, дай мне чистое сердце, Давид молится. Почему он это говорил, такие слова? Потому что в его жизни тоже были сложности, когда он согрешил. И когда он согрешил, грех его словно в ад согнал. И поэтому у него не было ни живости, не было ни дерзновения. И он говорил, Господи, я сознаю вину свою перед Тобою, оживотвори меня. И Господь это совершил. Он готов сегодня совершить для каждого оживление свое, исцеление. Дорогие друзья, Бог хочет пребывать с вами, а вы хотите с Ним пребывать. С Ним пребывать. И Господь говорит, я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных, чтобы исцелять. Дорогие друзья, Бог хочет исцелить вашу боль. Не только физическую, Он и физическую делает, боль исцеляет. Он хочет вашу душу исцелить. Если ваша душа не будет исцелена, но вы не будете полноценным, вы не будете здоровым, но Господь, когда вы ложитесь на Его операцию, Бог исцеляет ваше сердце. Когда вы смиряетесь перед Ним и сокрушаетесь перед Ним, что это значит? Вы признаете Бога за Бога. Вы соглашаетесь, что Он творец, что Бог есть любовь. Он любит вас, дорогие друзья. Он желает сегодня прикоснуться к вам. Он желает исцелить ваше сердце, дать вам новое сердце, новую жизнь. Поэтому, когда вы услышите Его голос, Он говорит, придите ко Мне. Все концы и будете спасены. Все концы земли. Поэтому Господь призывает сегодня и утруженных, и если вы даже кажете благополучным, но если вы слышите сегодня слово призова Божьего, чтобы прийти к Нему и склониться перед Ним, Господь проделает свою работу чудесную в вашей жизни. Вы получите те вечные ценности, то благословение, может быть, о которых вы не мечтали. А если вы сокрушены чем-то, сегодня Господь хочет, чтобы вы в смирении осознали, может быть, грех оставили, может быть, примирились с кем-то, попросили прощения. И Бог совершит свою реформацию, или как правильно сказать, свое оживление, свое обновление. Да, и действительно, мы видим, я вспомнила, в притчах написано о том, что есть шесть вещей, которые мерзость пред Богом, и семь ненавидит Господь, семь ненавидит, и шесть мерзость в душе Его. Понимаете? Первое, оказывается, что Богу мерзко, это глаза гордые. Представляете? Вот почему важно смирение. Потому что гордость и смирение – это противоположные вещи. Если вы не хотите смиряться, значит, вы гордитесь. Если не соглашаетесь на Божью волю, смириться, это другими словами, покориться, согласиться, подчиниться, значит, вы горды. Значит, вы самоуверены, значит, вы настолько, вот, как бы, и без Бога у меня все нормально. Я и сам как-нибудь. И вообще немножко лучше Бога знаю в этой ситуации. Понимаете? Поэтому смирение – это соглашение, подчинение и мерзко пред Богом гордость. Глаза гордые. Это даже, получается, человек бездействован, но он уверен, он в своих глазах, он уверен, что все, что я, у меня все нормально, у меня все схвачено. Я и сам, как бы, вот, я знаю, как с людьми разговаривать, как себе прокладывать путь, знаете, есть люди на самом деле. И вот о чем я говорила, да, раньше, что вот те люди, они с легкостью уничижают других. Понимаете? Вот он и там, и дальше язык наговаривающий на ближнего, ложь. Потому что этот человек, он гордый, поэтому и он унижает других. Очень важно смириться пред Богом и проверить себя, и вы увидите, что отношения с другими людьми, насколько у вас почтенно, насколько вы их цените, не просто, знаете, визуально, потому что некоторые умеют хорошо притворяться. Ой, все, 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 знаете, ой, все хорошо. Понимаете? А когда только отвернутся, они просто, знаете, не рады, что вас видели. Понимаете? Вот это нечистое, это лукавство перед Богом, и вы никого не обманете. Даже если людей обманете, Бог видит, и ему это мерзко. Понимаете? Если вы хотите чистое сердце, если вы хотите, чтобы Бога узреть, то вы должны согласиться даже на чистку вот в этой сфере. Понимаете? И о чем я говорю, чем вы почтение гостя принимаете, тем вы больше будете себя почищать, тем больше такие вещи, которые даже, я же говорю, почему я мне даже немножко было, не очень любила звонить людям, потому что я видела, как люди кривились, а отвечали, вроде бы, все нормально. Понимаете? Поэтому настолько проверьте свои сердца, чтобы вы искренне с людьми были, открыты. Если у вас еще есть где-то лукавство, скажите, Господи, я ненавижу это, мне это не нравится, освободи меня от этого просто коварного, этого лукавства, этого, можно сказать, саморазрушительного эгоизма, который меня будет просто, не просто меня лишит взаимоотношений с людьми, еще и с Богом. Поэтому, дорогие друзья, предоставьте свое сердце Богу. Бог исцелит, очистит, просто, знаете, перевернет все внутри и благословит вас. И вы увидите, что отношения с людьми будут только улучшаться, и придет благословение, оно вам возвратится. То доброжелательность, которую вы имеете по отношению к другим людям, оно вам возвратится уже приумноженное. Вот чем вопрос. Что вы будете, просто вы даже не будете зависеть от того, что вас люди принимают, там, отсценят или благодарны или нет. Примите от Бога все благословения, дорогие друзья. Мы благословляем вас. И мы благодарим вас, что вы были в программе «Твой лучший день». И мы посылаем вам. Шалом!